Привет, друзья! Эксперимент, по идее, подписчика. Что будет, если в Солнечной системе вместо Солнца появится другая звезда? Регулу. Мы берем Солнце, заменяем регулу. Вид этой звезды бело-голубой. Вот такой у нас регул. Массы почти в 4 раза превосходят массу Солнца. И радиус почти в 3 с небольшим раза превышает радиус Солнца. Температура очень огромная, 13540 по Кельвину. Невероятная температура. Вот наша Солнечная система. Мы в подробности посмотрим, что будет происходить с нашей Солнечной системой. Перейдем к самому близкому объекту, Меркурий. Я разгоняю время. Запускаем симуляцию потихоньку. И смотрим внимательно, что будет происходить. Меркурий уже начинает нагреваться. Меркурий. Орбитальный период меняет. Земля тоже уже. Я еще время даже не размотал. А уже происходит постепенно коллапс на планетах. Вау, вау, вау. Меркурий уже под 300 градусов. Что с Землей? Земля тоже уже начинает нагреваться. Меркурий выгорает. Огромная температура. Невероятное излучение. Пока мы параллельно смотрим на Землю. Земля 100 градусов уже по Цельсию. Тысяча уже градусов почти на Меркурии. Вот так от Земли виден регул. Невероятная звезда. Меркурий поменял свою орбиту. Ощущение, что скоро будет полный коллапс. Все поменяли свою орбиту. Венера, Земля, Марс. Кроме пока Юпитера и Сатурна еще пока держатся. Лавы раскалились. Начнется расщепление скоро планеты. 3000 градусов уже по Цельсию. И температура начинает падать. При удалении Ребола. Выгорит ли весь у нас Меркурий? Венера у нас сильно прям не страдает. Земля 250 градусов. Вот у нас движение все пошло. Быстро причем. Венера 180, 160, 150. Но Венера тоже не прям значительно. Но нагревается, испаряется. Выпаривание идет планеты. Земля 1000 уже градусов. Близко к Регулу приближается. Тоже будет вытянутая орбита. Но с Землей уже все ясно. 1300, 1400, 1500 градусов. Сейчас все планеты поменяют. Если они не сгорят, конечно, орбиты. Встанут на другую орбиту. Может их не вытолкнет. Будет просто по другой орбите вращаться. Кстати, обитаемая зона Регула находится где Уран. Обитаемая зона. Вау, тут погорают даже остатки. Астероидов. Меркурий не уничтожается, кстати. Значительно. Говорю, орбиты поменяли. Теперь другие орбиты у нас. С учетом массы и радиуса Регула. Кстати, Меркурий у нас не уничтожается. Не хватает, наверное, мощь и градусов, чтобы уничтожить эту планету. Но правда уже на Меркурии падает. И до 3000 растет. И обратно. Планета еще выживает. Если Меркурий выживает, я думаю, Земля вполне может выжить. Юпитер полетел куда-то. Орбиту новую накручивает. Да, у Юпитера уже новая орбита. Я думаю, у Сатурна такая же будет. Юпитер нагревается, потом охолождается, уходит на большую орбиту. Уран и Нептун также все это ждет. Не хватает мощности в температуре, чтобы уничтожить планету, Регула. Но мы схитрим, исправим это положение. Я увеличу просто массу и немножко увеличу радиус. Засосало тут Меркурий. Массу, радиус, пожалуйста, в 40 градус солнечный превосходит. Упал, упал у нас Марс. Я думаю, другие планеты уже ждет это. Так что первоначальный Регу. О, Земля упала. Многие объекты скоро упадут в Солнечной системе. Юпитер не хочет, отбрасывает. Что-то надо мощнее ставить, чтобы было. Интереснее. Увидимся уже скоро. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментировать. Всем здоровья, всем удачи. Не болейте. Друзья, пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok